welcome 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 дорогие друзья и у меня для вас предпатчивые новости именно что предпочит потому что патч у нас выходит совсем уже скоро но этих данных не было до по сути вчерашнего дня в интернете и вот что у нас есть райт games и ломают все предметы которые дают лайфстил вообще все что дают лайфстил они решили ослабить в кои-то веке как вы знаете лайфстил можно было блокировать при помощи новых предметов которые у нас появились в игре предмет на ability power предмет на защиту и предмет на атаку они понижали как раз кинокидывая рваные раны на соперника помимо этого райты добавили всем по 800 золота эти предметы раньше то было так что только ability power на предмет стоил 800 золота остальные стали дороже но в итоге мы получили с вами возможность понижать этот лайфстил но все равно чемпионы использующие только лайфстил стали какой-то большой проблемой а потому что они могли очень хорошо восстанавливать здоровье помимо этого саппорта их могли лечить помимо этого еще были чемпионы такие как фиддл стик а мунда владимир против которых вообще ничего не работало именно из-за того что слишком много на восстановление здоровья либо вампиризма так называемого и было в игре и райт решили с этим бороться смотрим что же они сделали они уменьшают общий лайфстил на вампирик септере то есть для дэшных чемпионов с 10 процентов до 8 я вам потом расскажу каких чемпионов в основном то будет касаться и в итоге получается так что главный предмет блатерстер кровопийц который теперь будет давать не 20 процентов лайфстил а всего 15 но за это он получил плюс 5 а д рунет блэйд ронит кинг блэйд который поттерк называется будет давать теперь они 10 а 8 процентов и ничего больше в ответ он не получает он останется таким как он был раньше просто потерял два процента а в империзма что касается и mortal шилбова он потерял тоже два процента вампиризма но за это получил плюс 20 хпс за мифические предметы которые вы соберете то бишь если вы соберете 5 предметов к и мортал шилбова вы получите 100 хп в конце игры но обычно там 4 предмета мифических то есть это плюс 80 хп относительно предыдущего на предыдущей сборке вполне адекватно вполне нормальный а размин учитывая что обычно эти предметы собирали не только я свою и и найдите вам уже спойлерю кого же дает хотят убить но главное ребят мы идем дальше они удаляют руну которая называлась ровен уж hunter которая как раз таки покажу вам вот она это было в империзм руна которая давала 1 и 2 процента а мне вам по раньше бы давала 2 процента потом они понизили до 5 измите до полтора процента ну а теперь будет давать всего лишь ничего потому что ее больше нет но раньше суммарно было 6 процентов помни вам по теперь ее не будет вообще а вместо нее появится руна под названием treasure hunter то есть охотник за сокровищами что же за сокровище я долго пытался вехать что здесь написано даже если вы воспользуетесь переводом вы все но не поймете кто такой bounty hunter и за кем мы гоняемся а bounty hunter это как бы охота за наградами и написано что вы будете получать больше золота на двадцатку за каждый стак охоты за наградой как эти стаки собирать написано стаки собираются за каждого убитого уникального чемпиона если я правильно все понял то вам нужно убить 5 уникальных чемпионов и тогда следующие каждые ваши киллы будут давать вам плюс 100 золота вместо 300 300 золота плюс еще 100 то есть 300 плюс 300 короче вы поняли 300 плюс 100 вот так запутался я но если это работает не так как я понял то возможно это вообще просто 100 золота просто вы будете получать каждый стак это двадцатка и все и на этом все закончится тогда это слишком мало учитывая что вы теряете в империзм на всю игру но если это так как я думаю тогда ассасины станут богами и они смогут фармить ваших 0 20 игроков и эти 0 20 игроков будет все равно давать 100 золота врагам правда непонятно где же число 20 написано должно быть значит кратно двум как минимум а здесь 70 то есть тоже непонятно как он мог заработать 70 золота будем разбираться как только эта руна появится обязательно я возьму какому-нибудь ассасину и посмотрю что это вообще да значит помимо этого ребята из райт games решили что надо и дальше работать поэтому не фрит вот ворк сделали тоже слабее фрит вот ворк вы знаете когда набирается стаки вы даете авто атаку и лечились теперь будете лечиться чуть меньше был 0 4 и 0 3 от ability power scaling теперь будет 0 3 и 0 2 от ability power scaling хотя цифры начальные все остались те же от 10 до 100 и еще рай это решили что нужно убрать bloodline правда bloodline они не убрали полностью они оставили 0,4 лайфстила на это стало меньше чем было раньше на 15 стаках вместо того чтобы сделать очень сильный лайфстил персонаж будет просто получать дополнительные 100 здоровья себе но часть лайфстила все она будет оставаться в общем вот такая у нас история от райт games получается и я решил подборку чемпионов сделать который от этого пострадают потому что рает это вы знаете они делают а потом смотрят у них всегда так это работало и вот что будет ребята вынь как вы знаете а наши с королевы она сейчас играется в каждой 3 игре по статистике реже все же а может быть она более высокой мало чаще нет на более высокой мел или оборот еще реже мечт кажется что она очень в каждой третьей игре встречалась мне по крайней мере на статистике говорит что в каждой 8 игре она встречает у нее 52 процентов in и она как раз и играет через лайф стил и И этой, и Ravenous Hunter у нее тоже имеется, поэтому то, что ее занерфит ослабление этих предметов, это вполне нормально, а у нее и так сейчас 52%, это хорошо. Но просто, что вы знали, Вейн это затронет. Как маф, он по сути тоже самое, Вейн только в профиль, и у него точно такие же предметы, и сейчас у него 51,46%, правда, они не совсем корректны, потому что в основном играют этого чемпиона только ОТПшники, а эти ребята, они как раз знают, как его использовать, а остальные ребята, если берут, то скорее на нем проигрывают, поэтому винрейт его упадет, и скорее всего, просто как МАО никто играть вообще не будет. Переходим к другому чемпиону, это Акшан, он не совсем играется так, как хотелось бы, он использует все еще, конечно же, Immortal Shield Ball, но в качестве добавочной руны у него Resolve, как раз таки ему нужна зеленка, вместе с Shield Ball, получает он дополнительный щиток от Shield Ball, вот этот Shield Ball работает вместе с этой штукой. Ну, а что касается винрейта высокий, я думаю, сильно не поменяется, потому что один этот предмет вряд ли сломает ему игру. Graves, у меня здесь был выделен процент, почему? Потому что, ребята, Graves играется на топе, на топе сплитпуш, в лесу он играется сейчас, но крайне мало, на мидлейне, и на топе он играется полностью в сплитпуш с халбрейкером, дальше собирает два лайфстил предмета, и он от этого билда теперь будет очень сильно страдать, но в большей степени он будет страдать именно из-за профсцены, потому что Riot сделали нерв, который касается профсцены, и Graves, мейнеры, которые играют в Solo Q, теперь будут совсем мертвы, и я, честно, могу посоветовать доджить игры с первые вот эти вот две недели нового патча 12.5, потому что Graves будут вам сливать игры, они не будут даже виноваты, просто их чемпион не будет работать, так как он должен был работать. Это же касается Viego, он тоже играется на профсцене, в лесу, как контрпик, там против Джарвана, против Лисина его иногда берут, и вы видите, сам его винрейт, а он аж 20 предмета оттуда собирает, правда здесь почему-то нет в списке Блаттерстера, он его тоже иногда делает, ну и Боттерк плюс Блаттерстер, теперь ему не будет хорошо давать бонусов, так что он тоже от этого сильно пострадает, у него и так 48.5% винрейт будет еще ниже. Ирелия, это уже ближе к Solo Q, это уже как раз билд новый будет бить по Ирелии старый, придется ей что-то менять, потому что она-то собирала и Боттерк, и Mortal Shield Bow, и ей придется искать теперь себя, потому что эти два предмета не будут давать ей возможности дуэли со соперниками, она и так была 50 на 50 чемпионом, и теперь упадет чуть ли не до 47, потому что лайфстилл это ее основа жизни. Давайте так скажем. Ну и остались два брата Акробата, Ясу и Йона, как вы знаете, у них винрейты примерно одинаковые, Райты пытаются это держать, билды у них тоже одинаковые, сейчас покажу, вот можете увидеть, тут даже картинка не будет меняться, но это все ударит и по ним, соответственно их винрейт упадет, это не связано с простеной, просто Райты не знают как их сбалансировать, так как их предметов собирают и другие чемпионы. И последнее, это моя грусть, печаль, тоска, Самира. Очень много бустеров играет в Солоку на Самире, на простене Самира никто не играет, Райты боятся ее усиливать, потому что она-то сразу мгновенно залетит на простену, из-за ее шикарного щита на 2 секунды, по сути, лишить соперника ЦЦ эффектов по ней за счет вот этого щитка вокруг себя, и из-за этого она вот висит с таким винрейтом, но при всем при этом и в Солоку она тоже хороша, если люди знают как ее использовать. Ну, на высоком Элла она будет еще ниже, потому что люди знают как играть против нее. Ну, а в Уолрангсе, чем ниже мы пойдем, ребят, я думаю, чем выше у нее будет винрейт, это как-то связано с тем, что очень много бустеров играет за нее, да, с каждым, видите, Элла все ниже и ниже винрейт становится. И вот здесь вот тоска, потому что этот чемпион упадет в 44% винрейт, ведь она тоже использует два предмета на лайфстил, она использует и Ravenous Hunter, и самое смешное, она еще использовала и Bloodline, который раньше давал больше лайфстил, а теперь будет давать ей просто плюс 100 хп. Хотя, может быть, эти 100 хп здесь, 100 хп здесь от Шилдбова добавочно, Bloodthirstер, сколько там, 5 АД, да, он получил, и у нее все получится, и она переживет. На данный момент, мне кажется, что она упадет до 44%, и райтам придется срочно ее бафать, но первые две недели, как и с Grayson, советую просто доджить игры с ней. Вот и, в общем-то, все, что хотел сказать. Увидимся в следующем видео, которое выйдет уже совсем скоро, потому что буду там уже обозревать сам патч, не уже акцентируя внимание большое на вот эти изменения, потому что они будут, я просто скажу, что есть отдельное видео, вы сможете их посмотреть. А вы их уже посмотрели, кстати, да, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и как вам новая картинка? Затяните. Ладно, там Браун тоже есть, я вам покажу его. Он все еще здесь, он все еще с нами. Пока-пока.